Всем доброго времени суток. Друзья, данный расклад для Оксаны. И мы посмотрим, насколько благоприятна покупка от того помещения, которое вам понравилось. Вы хотите в этом помещении устраивать бизнес. И вот здесь вопрос состоит в следующем. Если вы приобретете, то есть мы не ставим под вопрос, приобретете или нет. Мы ставим аксиомой, что вы приобретаете. И в таком случае, что вам это дает? То есть именно по вашему вопросу раскладываем в данной ситуации. И первое, что мы смотрим, насколько действительно будет благоприятной эта покупка. И насколько она будет вам, скажем так, явно приятна и явно благополучна для вас, как вы это будете оценивать. Эмоционально, насколько будет комфортно состояние ваше и тех, кому должно будет пребывать в этом здании. То есть ваших гостей. Следующий вопрос. Это что финансово даст вам бизнес в этом здании? Насколько этот бизнес будет успешным? Какие могут быть трудности? То есть какие могут быть негативные моменты, связанные с этим зданием и с бизнесом в этом здании? Что будет позитивного? Как вам нужно себя вести? В случае покупки, то есть именно какую стратегию поведения выбирать, какая здесь будет благоприятна. В течение ближайших 6-8 месяцев от начала, скажем так, открытия вашего предприятия в этом заведении, что будет и чего не будет. То есть что может принести вам этот бизнес в данном заведении, чего не может. И как можно это будет охарактеризовать в общем. А также бонусом от меня предостережение карт Ванн. Даже две здесь у нас выкладываются карты на одну позицию. Вот сейчас мы посмотрим, насколько покупка в принципе может быть для вас благоприятна. Ну, во-первых, я могу сказать, что в принципе выбор этого помещения вы сделали правильно. Потому что карта ложится благоприятная. Карта говорит именно о работе. Карта говорит о рабочей атмосфере. И атмосфере для вас, не для тех, кто посещает. Это именно атмосфера для вас. Эмоционально это тоже полностью комфортное состояние, которое дает вам в данном случае уверенность. Ну и конечно мы не можем никоим образом убрать материальный аспект, то есть финансовую составляющую данного вопроса. И здесь мы можем сказать, что если вы хорошо знаете дело, которым вы будете заниматься, оно вам будет приносить удовлетворение. Но скорее в первые полгода моральное. Потому что материально вы будете получать меньше, чем планировали в этом здании. То есть карты не говорят о полном провале, но они говорят о том, что денег будет не столько, сколько вы изначально хотели. Не столько, насколько вы рассчитывали в данном случае по финансам. Хотя прибыль будет и здесь грандиозного какого-то убытка с провалом на сегодняшний день по судьбе этого заведения и этого предприятия не наблюдается. Следующий момент это какой негатив конкретно данное здание может принести вам и какой позитив. Ну вот смотрите, это не будет некое слишком веселое заведение. То есть оно будет вполне в традициях, оно будет, ну даже можно сказать в определенной мере, в определенном аспекте скучным. То есть там не будет сферы развлечений, которая могла бы быть. То есть по всей видимости там не будет инфраструктуры, которая располагается рядом. Это какие-то кафе, бары, караоке, например и прочее. Но в принципе для семейной гостиницы это достаточно хороший и тихий вариант. Следующий вопрос. Что положительного может принести? И здесь мы видим, что это именно работа в патриархальных таких традициях. И действительно мы не будем отходить от слова традиции. Вот она такая будет, она будет традиционная. Я не вижу здесь чего-то инновационного, хотя домик на дереве у нас тут располагается на этом аркане. Но все-таки я могу сказать, что будет вызывать чувство уюта. Даже для тех, кто приехал туда однократно по своей ситуации, скажем так, поиграть. Это положительный момент. Но, кстати, плюс ко всему здесь свою роль сыграет реклама. Потому что выходит карта рекламы, которая говорит о том, что если вы не будете сообщать о том, что вы имеете. И если рекламная кампания будет поставлена все-таки благополучно. И вы не забудете про эту рекламу, то она сыграет вам на пользу и увеличит ваш доход. Ну, казалось бы, прописны истины и какая-то банальщина. Но, тем не менее, эта банальщина как раз таки то, что в этом случае, в данной ситуации у вас сработает как нельзя лучше. Ну и здесь мы смотрим, что должны делать вы. Вы должны действовать в лучших традициях и сделать визуально дорогое место. То есть здесь нужно не скупиться на каких-то моментах, которые свидетельствуют, возможно, даже о роскоши. О каком-то не совсем стандартном подходе, хотя и в традиции. Для того, чтобы было что-то, что когда приходит человек, он видел, и это заставляло бы его вас уважать. Что это может быть? Это, конечно, огромное количество вариаций. Возможно, это как раз таки работа для рекламщика, для пиарщика, может быть. Но учитывайте то, что должны быть некоторые дорогие штрихи, которые, ну вот даже если это, например, какой-то хостел, они будут, я не говорю конкретно о вашем сейчас примере, я не знаю, какого уровня, какой звездности, как это все будет выглядеть. Я просто могу сказать о том, что даже хостел может выглядеть дорого и может выглядеть аккуратно и может создавать прекрасное впечатление. Так же, как гостиница четырех звезд, может оно абсолютно ввергать в уныние. Поэтому обратите внимание на некоторые действительно дорогие элементы или те, которые хотя бы заставляют человека думать, что он, скажем так, дорого отдыхает, дорого живет и то, что было бы действительно ему приятно. Может быть, какое-то излишество, может быть, какие-то подарочки. Но в любом случае это хороший намек на то, что принесет вам в данном случае успех. От начала открытия гостиницы чего не будет и что будет. И, конечно, как это можно будет все характеризовать. Вы знаете, вообще эту ситуацию сопровождают страхи. С одной стороны, эти страхи улетучатся, когда вы начнете. И здесь мы будем видеть, что, в принципе, у вас из контингента будет в основном все-таки семейный кто-то. Несмотря на то, что здесь есть характерная карта. Что может быть? Может быть что-то, в чем вы имеете опыт и хорошая, любимая работа. Однако придется выдерживать достаточно жесткую конкуренцию. Но если вы сделаете все как нужно, если вы присмотритесь к советам и пожертвуете большим достаточно количеством своего времени, то у вас все получится. Потому что сюда ложится карта работы, ложится сюда карта солнца, карта прояснений. И, действительно, карты, которые говорят о том, что, несмотря на то, что в один прекрасный день это может казаться, что съедает буквально все ваше время, но это ведет все-таки к положительному результату. Конечно, каждый шаг может даваться здесь со страхом, с какой-то боязнью его сделать, с принятием решения. Но я вам могу сказать, что, в принципе, возможно, ваш партнер, который будет с вами работать, будет находить с вами общий язык и даже разрешать некоторые конфликты. Хотя конфликты с этим человеком тоже могут, кстати, возникать и возникать достаточно остро. Ну, у вас будет получаться, скорее всего, отстаивать свою позицию и отстаивать, действительно, свои какие-то правильные моменты, правильные аспекты и нужные вам варианты развития событий. И предостережения. Не особенно надейтесь на то, что является только мечтами. То есть, вы, конечно, можете мечтать. И мечтать нам зачастую полезно, потому что наши мечты иногда формируют события будущего. Действительно, так это может происходить. Но при всем при этом, вот эти надежды должны иметь в от собой строгую материальную основу. Предостерегает также вас эта ситуация от излишнего, скажем так, потакания своим чувствам. И предостерегает от того, чтобы вы действительно в этих чувствах купались. Вам нужно не на чувства давить, а на то, как надо. То есть, вам нужно выбрать теорию и действовать строго, верно и правильно. И уметь расставаться с теми и с тем, что не удается. Ну, то есть, вот вы, например, придумали какую-то рекламную акцию. Она не сработала. Не нужно ее повторять повторно. Вот. Нужно подойти как-то по-другому, да, с другой стороны. И даже если вам что-то очень мечтается, то надеяться на доброту окружающих не стоит. Нужно чуть более трезво просчитывать и рассчитывать. То есть, это в большей части даже математический аспект. Но в любом случае, может быть, это дело не провальное, но это дело, конечно, не одного месяца. Это дело, в котором вам придется применить весь свой опыт прошлых лет. Все, что вы знаете, все ваши какие-то наработки, все ваши знания, все ваши моменты, связанные с образованием и с новостями в данном бизнесе. То есть, в данном направлении. Но это тоже, опять я говорю, прописные истины. Но, в принципе, так оно и есть. Так оно и получается, как выкладывается на картах и как оно и говорится. То есть, банальность, еще раз повторюсь, это опыт поколений. И очень часто мы должны их замечать для того, чтобы это было нам на благо. Я желаю вам всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.